Я на перенарху в классической Аштанге, более длинный, более подробный, более качественный в плане развития. То есть неделя практики, это не два дня, это уже как бы вводит на новый качественный уровень. Будет это в Крыму, точно пока я не знаю в каком месте, возможно в Семиде, возможно где-то в другом, как сложится там с местом. Вся информация соответственно будет и на сайтах, на сайте Аштанга-центра, на сайте Ретамбхара. Будет в журнале тоже, то есть она будет везде, просто кого интересует, следите. Если у кого-то будут вопросы, кто-то будет практиковать Аштангу уже самостоятельно, опять же в конце там есть у Яны карточки, она даст. И вот там то, что висят емейлы на бумажках на двери, там они тоже рабочие, если у кого-то будут вопросы по Аштанге, пожалуйста пишите. Будем отвечать. И соответственно я надеюсь, что в ближайшем месяце все-таки доделается рабочий вариант сайта Аштанги Йога.ру, где будет опять же по классической Аштанге базовая информация выложена. Ну и будут какие-то естественные вещи новые появляться там. В частности вот в последнем журнале читали статью Алана Улитла, его дневник он там будет полный. Ну и еще некоторые материалы, которых пока нет в других местах тоже будут. Дальше вопрос к тем, кто был вчера. Как у вас с телом, с крепатурой, с усталостью, все ли нормально? Считать нормальным? Считать нормальным, что тело не умерло и готово сегодня продолжать работать. Что-то пришел тебе к этому. Он правильно. Не, ну мало ему что-то пришел сказать о том, что он только и смог что дойти. Бывают же такие вещи, да? Хорошо. Какие-то перед практикой вопросы есть? Такие что не понятно, что мы будем делать никак. Мы будем элементы второго уровня добавлять в конце. В самом конце. Конечно, все как положено. Вот девушки. А мы вас уже записали в уставший. Это правильно. Лучше поздно, чем никогда. Это, кстати, касается и личной практики. Если вы шли домой с намерением попрактиковать два часа, а пришли и осталось всего полчаса, Лучший вариант сказать, ну что, все равно ничего не успел. Пожалуй, завтра. Лучше взять и поприковать полчаса. То есть лучше ежедневная, регулярная практика по чуть-чуть, чем редко и по многу. Это касается всех нас, в том числе меня и прочего. То есть есть, когда мы раз задержались, не сделала там обстоятельства жизненные, деловые и прочее. Если все время этому потворствовать, то в какой-то момент выяснится, что практики нет вообще никогда. Поэтому каждый раз по возможности надо это делать. Это все для самих себя. Никто нас это сделать не заставит. Если мы сами себя не уговорим, то ничего и не получится. Всем известно и неизвестное выражение БКС Айнгара. Самое трудное в йоге – это расстелить коврик и на него сесть. Если уже сели, дальше все пошло. Это действительно так. Может, вы держать дома расстеленно и приходите с работы падать на него? Нет. Так не получается. У меня в своем был опыт. Я рассказывал, когда я поднимал гирю очень давно. Я поставил посреди комнаты. Я от этого чаще не поднимал, чаще все спотыкались от нее. Потому что она все время была на глазах и казалось, что хорошо. Она стоит и как бы процесс идет. Поэтому коврик надо расстелать и убирать. Держать его все время расстельным не надо. Будет ощущение, что вы занимаетесь, ходя вокруг него. Это так в целом. Тогда, наверное, все. Как уже был задан вопрос, мы сделаем всю первую серию. Чуть-чуть вторую посмотрим, сколько успеем, сколько будет сил, сколько получится. Потом перерыв. Потом дальше будем разбирать асы, разбирать нюансы. Разбирать все, чтобы у вас вся база была заложена полностью. Для некоторых из вас, в общем, так актуально делать. Уже часть второй серии постепенно добавляем. Кому-то еще надо подождать, но уже надо знать, с чего начинается. Сами бумажки, распечатки есть. Кто-то вчера купил даже диски. Для практики все постепенно закладывается. И после этого семинара вы однозначно готовы заниматься самостоятельно. Дать какой-то еще звезды, как вот спрашивали вчера девушки, что приедет еще кто-то, кто будет вести регулярно, не надо. Это все будет, все будет хорошо. Но вы уже будете после семинара готовы заниматься асы самостоятельно. Исходя из имеющихся материалов и того, что вы получили, получите. Как мы еще раз сказали, все будет чуть быстрее. Так что многие нюансы вы уже помните или должны помнить. Ну и сам режим должен быть чуть быстрее. Сам москетки. Хорошо выкинули пальцы. В исходное положение. Подтянули колени. Крестец выталкиваем чуть вперед, поясницу назад. Центр груди вверх. Раскрыли плечи и грудь. Кончики пальцев вниз, макушка вверх. Взгляд не вверх, не вниз, перед собой. Взгляд не вверх. Крестец, мужик тренировок. Намастер. По той же схеме пропеваем мантлу. Ооооо. Оооо... Ванде Гуранам Чаранара Виндем, Сандарашита Сватма Сукка Бодхем, Ни Шри Си Джангали Кайя Манем, Ни Шри Си Джангали Кайя Манем, Самсара Хала Хала Мохашанти, Аббахум Пуршакарам, Чанка Чакрасит Харинам, Сахас Раширасам Шветам, Сахас Раширасам Шветам, Пранамами Патанжалим, Пранамами Патанжалим, Аббахум Патанжалим, Крови Сахаса Маним, Аббахум Патанжалим, Абхум Патанжалим,έра Вдох. Сапка прыжок к рукам. Асту наклон. На волоке и вверх. Вдох. 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 Прыжок Читу ранга – выдох. Утху-мухашвана сана – раскрываем, будь хорошо вытягиваем. Откат назад. Атху-мухашвана сана – дышим. Вспоминаем все нюансы – стопы – наше и не тазо, ладони – наше и не плеч. внешний ребросток параллельный отслеживать это важный нюанс вдох и мягкий прыжок рукам праздник выдох наклон вдох вытягиваясь вверх раскрываясь в коллективе туловища самостыг выдох наклон на сагра вдох пролив в масле четуранга выдох на сагра включаем больше квадрицепс и помним про колени просто прямые ноги недостаточно обязательно включать квадрицепс и продолжать тянуть за счет силы мышц ног в спину назад и вверх назад и вверх вдох и мягкий прыжок прогиб в масках выдох наклон вдох вытягивай сверху нас карби до опыт катасана выдох наклон ноги прямые вдох потянули вперед это ранговые мурса арха левая нога сзади рыбодраса на 1 возврат чатуранга дандасана ранги откат и на сторону тиньца возврат чатурангу сапаха мордой вверх откат назад сильные руки сапаха мордой вниз дышим не забываем про пальцы рук то что вчера проговаривали внутренняя поверхность между большим указательным прижимается жестко мизинец этой линии почти отрывается больше вес на основании ладони и внутреннюю линию вся ладони раскрыта вся ладони раскрыта выдох наклон вдох вытягиваясь откататься наверх самосветили вдох откататься наверх выдох наклон вдох прогиб прыжок чатурангу выдох мягче пойдем отрывается Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Следим за дыханием, следим, чтобы шея не перезажималась, при акценте живота не должен нажимать шею. Эти точки на себя касаются, и каждая формата нет. Со вдохом, мягкий прыжок, прогиб, взхват, выдох, наклон, кончик носа, суткатасаны, вверх, зенит, самосидит. Суткатасаны, вдох, стопы на ширину таза, вытягивайся, наклон, захват за большие пальцы ног, выдох, локти уходят в сторону, вытекаем вниз. Пытаемся прочувствовать всю линию спины, колени подтянуты, задний поверхность ног вытягивается и так. Пытаемся центр тяжести распределить, чтобы мы не стояли только на пятках, а стояли полностью на стопе. Насады подвижны. Со вдохом, поднимая голову, отпустили захват, ладони под стопы прогнулись. Сверху ушли, наклон ниже, падахастасаны. Кого наклон глубокий, дотяните переднюю поверхность. Как бы зацепитесь ребрами за бедра. На вдохе ладони перед собой, спор на четыре точки. В этом положении мягкий выдох. Руки на пояс, с вдохом поднимаемся вверх. Сам отхитий. Отхитий триканасана. Вдох, намастый мягкий прыжок вправо. Разворот стоп. С выдохом вытягиваемся за правой рукой, за правым боком, захват за большой палец. Раскрылись, хастагра. Слышим? Слышится. Продолжение следует... Слышится. Слышится. Вдох, поднимаемся вверх, не отталкиваясь рукой. Разворот, стоп. Вылезти, каймасану в левой ноге. Помним, как мы раскрываем таз, работая квадрицепсом задней ноги. Выталкиваем вперед и вверх лобок. И на вдохе сильным корпусом поднимаемся вверх, разворот, стоп. И таза, таз закрыт, и таза, таз закрыт. Выдох, ушли с рукой. Вариант B или приоритет. Или сразу, или проверяем ладонью, как мы делали положение таза. И стараемся выставить все качественно. Вдох, поднимаемся вверх, разворот, в другую сторону и ноги таза. Выдох, вперед и вниз, кружка, шлевая нога. Как только в вас он вошли, пытайтесь лопатками прижаться к воображаемой стене сзади. Чтобы не было излишнего наклона скрутки вниз. То есть у вас обе лопатки прижались к стене, которая проходит вдоль правой ноги. Вдох, выдох, 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 мягкий прыжок или шаг. Так, там афти. Паша Канасана, вдох, намазка перед собой, мягкий прыжок, право, разворот, в стоп. Выдох, сгибая правую ногу до прямого угла, вытягиваем правый бок. Рука становится за голень. А левая натовую ладонью вниз. Продолжаем вытягивать бок верхний. Хастагра-дришки. Остается так же. И вот щита-три Канасана, и в цикле Поревриты. И в Пашу Канасана, и в Пашу Канасана Пореврита. Во всех четырех фозах мы тянемся взглядом вдоль руки. В Пашу Канасана, и в Пашу Канасана, и в Пашу Канасана. В Пашу Канасана, и в Пашу Канасана, и в Пашу Канасана. Выдох, втекаем в асану к левой ноге. Вдох, поднимаемся вверх, разворот стоп и таза, таз закрытый, педикуляем стопом, выдох, сгибая правую ногу, вытягиваем левый бок, достаем его вместе с животом из-под бедра, хорошая опора на ладонь. И дальше не спеша скручиваемся, стараясь не потерять равновесие, не потерять равновесие. Последняя идет рука и опять же хаттага движки. Чем больше вы раскроете и выведете грудь, тем больше у вас останется возможность нормально дышать. Если нет зацепа, не будет скрутки, если вы зажали грудную клетку, будет тяжелое невозможное дыхание. Заднюю ногу все тянут, взрывы щеплые. И на вдохе выходим вверх, разворот стоп и таз в другую сторону, выдох, смазка вошли в трубку, левая нога. В процессе вхождения в асана вам необходимо чувствуется скорректировать расстояние между ногами. Делайте это чуть ближе, чуть дальше. И скручивайтесь гугли только в тот момент, когда вы четко нашли равновесие. Вдох. Хорошо. На вдохе. Вытягиваем себя вверх, выдох, прыжок или шаг. Вдох. 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 Дышим, массагой движки. Вдох, подняли голову, выдох, ладони на пояс, вернулись вверх, сильный корпус. Вдох, руки уходят в стороны, раскрывая боковые поверхности, выдох, вернули их на пояс, почувствовали свою деяну. Вдох, вытягивай всем телом, не глубокий прогиб. Выдох, вперед и вниз, вариант B. Помним, что если пока мы не ощущаем деяну, то адекватно и полезно отталкиваться руками от верхушек бедер лучше, чтобы вытянуть спину. То есть руки в любом случае несут полезную функцию, а не просто демонстрацию, где они там у нас лежат. Дышим. И на вдохе поднимаемся вверх. Выдох, в этом положении. Вдох, руки уходят в стороны, чтобы вариант хорошо вытягиваясь. Выдох, застану, жесткий кистевой замок, ладони вместе, локти прямые, плечи освобождены. И вдох, прогиб, еще больше раскрыли плечи, раскрывая грудь. Выдох, погиб. Хорошо. Хорошо. Погиб, еще больше нравится. И на вдохе поднимаемся вверх, выдох, ладон не находитесь. Вдох, руки пошли в стороны, выдох, вытягиваясь с наклоном захвата большие пальцы ног. Пальцы ног вытягиваются, не зажимаем их. Вдох, дотянули спину и выдох на крон. Помним, что если голова коснулась земли, чуть хуже стоп. Если она пока земли не коснулась, лучше тянем всю линию, пытаясь прочувствовать весь позвоночник. Крестец, поясницу, грудной отдел. Стараемся не загибать голову, иначе у нас ощущение, что мы идем глубже, только за счет того, что мы загибаем голову. Поэтому зажимаем шею и так далее, и так далее. Акцент на позвоночнике, не на шее. Зажимаем шею и так далее. Вдох, поднимаем голову ладони перед собой. В этом положении выдох, не спешим. Вдох, ладони на пояс, поднимаясь вверх. И выдох, мягкий прыжок и решат. Станов. Паршу, вот она сама. Вдох, руки в стороны. Одновременно прыжок, намасты и пройдет. Или медленнее. И выдох, вперед и вниз. Паршу, утанасана, насага, риз. Я специально дал чуть быстрее. Как положено, это не значит, что все должны обязательно догнать. И медленнее, то медленнее. Не забываем, что мы дышим ровно. Если теперь не успеваем, лишний цикл дыхания. Ладони жесткие между собой. Все пальцы. Никаких перекрестков, небольших, никаких пальцев там нет. Вдох, поднялись вверх. Разворот стоп таза, пройдих. Все это одно среднее движение. Выдох, ваш ревасан, с другой ноги. Вдох, поднимаясь вверх, стопы параллельно. Выдох, мягко отпуская руки. Крыжок или шаг, обратно. Самооспитив. Удхи-то хаста, подангушт хасана. Опора на левую ногу. Поднимаем правую ногу своим вариантом захвата. Большой палец потянули вверх. И с выдохом ушли в нахлоп. На саграх. Вдох, выпрямились. Выдох, нога пошла в сторону. Мягко, не спеша. И когда выставили уже, тогда ваши выдришки. Взгляд уходит на левое плечо и дальше на горизонт. Хорошо. Если теряем на навесе, еще раз. Это не страшно. Следите по черному. Вдох, вернули ногу вперед. Выдох, наклон. Кто делал двумя руками, двумя руками. Фиксации здесь нет. Вдох, выпрямились. И выдох. Обе руки на пояс. Нога осталась. Вариант С. Пальцы ноги направлены вперед. Представьте, что вы меч, составленный из вашей ноги, воткнули в пространство. Не в кого-то. В пространство. И выдох. Пальцы на себя пятка вниз. Сам оптите. Левая нога. Вдох, поднимаем ногу, захват. Выкинули. Выдох, наклон. Применяем по чуть-чуть. Перепрямляем плечи. Торопу чуть-чуть. Вдох, выпрямились. Выдох, нога пошла в сторону. Ворачивайте, сейчас в сторону. Парша туда. Туда смотрим. Я тебя держу, падать некуда. Больше внимания на проворот в бедре. Не в сторону, а проворот в бедре. Вращение. И вдох. Возвращаем ногу вперед. Выдох. Небольшой наклон. Вдох. Выпрямились. Выдох. Обе руки на пояс. Хорошо. Сам раститель. Собрали вместе колени. Почувствовали. Все хорошо с ними. Арту-бахту-падмата-насана. В своем ритме. В ход в асану. Поднимаем правую ногу. Укладываем полу-лотос. Выполняем у кого есть захват. И дальше. Медленно, не спеша. Уходим в наклон. Насага-дриф. Кто делает медленнее, делаем качественно. То есть просто замедляться смысла нет. Есть смысл делать так, чтобы прочувствовать нюансы своих проблем. Нюансы раскрытия бедра, плеча и так далее. Правая нога. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Это не зависит. Более сложный вариант основного мы сделаем. Или упрощенный. Дышим. Помним, что это основа нашей практики. Останавливаем яхту, джойка на яму. И со вдохом поднимаемся вверх, мягко, медленно. Выдох, отпускаем сначала руку, затем ногу. Вес в этой асане распределен, как всегда, по всей стопе. Внешнее ребро, пятка, большой палец. Подъем уходит вверх. Выдох, выдох, вытягиваясь наклон. Вдох, раскрыли груз небольшой, посмотрели вперед. Выдох. Откат назад, потянули спину. Антохи придет к рукам прогиб. Выдох, сгибая колени, катасана, пудришки. Стопы вместе, жестче колени, мягче горло. Тянемся вверх, копчиком вниз. Треба, кроме того, как на выходе пробокасана и уход почти в стойку на руках. Кто хочет мы легко можем пробовать, это актуально. Кто нет, не делает. Выдох, ладони на пол, ноги прямые Вдох, бакасана Четвертый ранг выдох Опа Откат назад, Адха Левый нога сзади, правый вперед Зирободраса на один Четко выставите ваши стопы Чтобы они не были на разных линиях Четко закройте таз Почувствуйте, что у вас один или другой бок не падают вниз И уже после этого вытягивайтесь за взглядом вверх Раскрывая плечи насколько возможно Но так, чтобы они не зажимали Заднюю часть вашей шеи и не затрудняли дыхание Колено, ребро стопы Задней ноги, колено, ребро стопы Руки прямые Если сложно держать ладони вместе С опорным, мудро, большие пальцы замок Но руки прямые Все это могут сделать Оставляй прямые руки Вдох, подняйся Упрямляй ногу, разворот стопы таза Выдох, только согнули колено лево Остальное ничего в теле не изменилось Очередной выдох На душе раскрываем таз, грудь, плечи По три руки в стороны Колено осталось согнутым Никуда не примет Что-то по потоку Все осталось с ногами одно и то же Паршу двести Запомните, что в варианте A Мы меняем положение ног Руки остаются на месте В варианте B Меняем положение рук Ноги на месте В том плане, что колено согнутым Стараемся управлять У кого есть прогиб в лестничном отделе Да, чтобы прыгнуть со стороны Это не страшно Лучше следить Теперь руки остались На вдохе поднимайся Упрямляй ногу Разворот стоп И вы Так просто Отгибаем Калено Другой ноги Паршу двести Другой ноги Вдохом Ладони пошли вперед и вниз Можно здесь сделать вариант Эко-пада бокаса Но уходя назад Выдох Читуран Ухва Арха И вспоминаем технику проброса На вдохе проброс ног вперед Вдохсер Убрали ягодичные Исходные для данды Нашли свои точки для рук Строго индивидуально Чтобы отталкиваться Но не взлетать И руки как рычаг Вдох Выкинули позвоночник Раскрыли грудь Выдох Мягко опустили голову Насагра Дышим Замечу, что дандасана Сложнее, чем даже Пусть матанасана Это базис Где вы уже видите Как вы вытягиваете спину Здесь обмануть себя сложно Когда вы ушли вперед и вниз Там не все заметно Особенно самим А здесь вы видите Тянется Вся спина чувствуется Или где-то что-то зажимается Вдох Вдох Поднимаем голову Руки вверх Вариант рычаг Дандасаны Выдох Сношным захватом За большие пальцы ног Вдох Дотянули переднюю поверхность Раскрыли грудь Выдох Подтекли вниз Падхай Расгляд на большой палец Голова Игра Последняя Не первый Плечи остаются сзади И вдох Поднимаем голову Захват За пальцы Тянем их на себя Выдох Уходим вниз Вариант B Колени Жестко подтянуты Работают Кватрицепсы Все окружающие мышцы При этом Стараемся Игра Игра Ножную мышцу Чуть расслабить Так чтобы Под коленки У нас Не было расстояния Нельзя было даже Просунуть Без бумаги Если нам это удается Классно Если пока нет Просто стремимся С вдохом Подняли голову Сохватили внешний Ребростоп И тянем их на себя Выдох Вариант C Вариант C Ребят Снег 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 со вдохом поднимаем голову максимально возможный захват если есть то за запястье выдох лянди шиматанасана первый раз в этих наклонах вперед и вниз поэтому надо сделать максимально качественно глубоко, чтобы дальнейшие наклоны сами по себе были проще можно было обращать внимание уже на работу ноги Джанушевшасани, Марийшасани Ахо Ахо, Падмашиматанасан и так далее уже первые 4 наклона прорабатывают очень хорошо вытягивают наш позвоночник и так далее и так далее и так далее üm Отлично, на вдохе, подняли голову, выдох, выпрямились, включились сильные руки, опора на землю, лавасана, вдох, чатуранда, выдох, утха-муха, откат назад, ахха-муха шванасана, вдох-проброс, правая нога, никуда. Я запуск, просто-проброс, все задумывались сразу, да? Пурватанасана, поза очень сложная, которая только у немногих получается естественно легко, опора на ладони и выталкивая таз вперед, можно как упрощенный вариант сначала согнуть ноги, а потом только их выпрямить, тянем пальцы ног к земле, открываем грудь. Дышим. Хорошо, выдох, мягко опускаемся, в второй части совсем попробуем эту позу отдельно. Вдох, включили руки, лавасана, выдох, проброс назад, чатуранда. Проги. Откат назад. Проброс назад, проброс вперед, вдох, начало движения вдох, опустились вниз или выдох. Правая нога в своем ритме полу-лодос. У кого есть заход, заход. И затем вдох, выдох, наклон, аркопат, аркопатный, почему-то нахуй. Поле. 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 Просто прям, если там больно, то что уделалось. Просто вот так вот. Такой, как его, суставы. Все. Глупше. Глупше, веришь, только я в том, что у меня нет, а? Он только сделал так. Глуп. Помните, что центр тяжести у вас остался сзади, в области таза, вы вытягиваете только спину, а не натягиваете, как обычно, всю линию, но задействуете и колено. Чем более сложный вариант с одной ногой, тем более опасно, что это колено вы достанете таким своим движением. Старайтесь этого не делать. Мы тянем спину. То есть вот эти точки ходят туда-назад, остаются там. Жестко. А ты тянешь только спину, спину, спину. До колена ты не достаешь, что нужно никак. Хорошо, молодцы. Вдох, подняли голову, выпрямились. Выдох, освободили замок. Для кого актуально, вместе с полу лотосом, подняли другую ногу вдох, слушай, назад, четверо, нулезо. Для кого нет, просто распрелись через обычную лавасану. И в своем рейтинге входим в асану к другой ноге. Спасибо. 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 . Спасибо. Спасибо. . Спасибо. Спасибо. . Спасибо. . Спасибо. 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 . Спасибо. Спасибо. И вдох поднимаем голову. Вдох. Выпрямились. Выдох. Сильная спина. Освободили ногу. Лавасан. Вдох. Туранды. Выдох. Турква. Хорошо. Выталкиваем грудь вперед. Адхо. Продрожь. Смена ноги. Упакрытие очень хорошо для прогресса. Оно мягкое. Даже если зацепили с пальцами. Все хорошо. Не асфальт. Как бы спина не утягивалась. Я с особым при ногами ничего не чувствую. Как будто мне гвоздями прибить на это все. Помним, что при глубоком наклоне мы подреберьем цепляемся за мышцы бедра, а не провалимся вниз Центром подреберья? Нет, правом естественно, как центром, то есть вот этим вот, хоп, зацепился, вот, и все, уже фиксация, деваться некуда Подняли голову, выпрямились, выдох, включили руки, вверх Слой режим дыхания, не спешим Проброс Две стороны делали? Ну, хорошо, значит, вариант Бей Подтянули правую ногу так же, как вариант Джану Шишасан и Кей Затем просто пересели на пятку С помощью рук, мягко, никаких резких движений Потому что в момент, когда вы оторвали себя от земли с опоры на руки, часть тяжести у вас на колени Вы что-то резко сделаете, но можете не понять Дальше все то же самое, захват выровнялись на пол В плане наклона все три Джану Шишасана ничем не отличаются Только положение ноги и распределение работы в связках тазобедренного аппарата Наклон, волосиметры, тут все абсолютно идентично Колено можно чуть подать вперед, если это необходимо для выравнивания плеч спины и боков Это нормально Если специально это делать не ощущается, то и делать не надо Где есть, там есть Вдох, подняли голову Выпрямились вверх Сначала положили колено, осторожно, спустись, пятки, да Вдох, затем поднялись вверх Ранга вырыли, хреньята И следует за своим дыханием И после возврата в 48 ног вперед Всполняем вариант били на левую сторону И получается все это вдруг легко Можно сразу и собаке прыгать на охлопу И оказывается сидящим на пятке Но это осторожно Чтобы не переборщить и не приземлиться вместо штапы В инвалидное кресло Что бывает так Разлетел из собаки Центр тяжести ощущается там, где пятка касается промежности Это важно Скрутка всегда остается Скрутка остается Естественно, голова по центру Смотрим мы на большой палец Сильно голову не задирая, если наклон глубокий Но поднимать ее надо, не ронять Отлично Подняли голову Выдох, выпрямились И столзли осторожно в пятки Лалахана, вздох Дыши ноги, четверанга, выдох О, плохо, шанатана Ахрена И проброс мы усили Вариант С Вспомним технику, что рука идет под голень И натягивает стопу на себя И таким образом мы разворачиваем в тазобедрином Ставим на пальцы так Что пятка у нас смотрит вперед И очень осторожно с коленом Здоровая, но больная не суть важно Все равно очень осторожно Как только нашли свой вариант Дальше медленно уходим в тот же наклон Колено Колено по ощущению Мы его специально не давим А давление по пальцам стопы Больше на нюнце или равномерно Или на большую По пальцам стопы В зависимости от того Насколько глубоко мы прокрутили в бедре Чем больше прокручиваем вперед Тем больше давление идет к большому пальцу Естественно Попускаем Попускаем Второй И расставляем Здесь Здесь нет Отлично Отлично Вдох Поднялись вверх Выпрямились Выдох Ритм самостоятельно Виньянса Проброс Смена стороны Здесь уже у нас все время Идут элементы Мастер-стиле Мы стараемся следовать За своим дыханием Хотя делаем Вроде бы ЛС-класс Работаем вместе Мастер-стиле Качественное выполнение С репозой Мы еще поговорим Уже говорил Приводит вас На четвертом уровне К ненавязчивому Выполнению Молбанхасаны Вдох Выдох Выдох Вытремились Освободим Мято как маленького дитё свою ногу, опора лаласа на татуран-голиньятан. Сраброс. Смотри, сейчас она, эй! Подтянули правую ногу. Нет никого, у кого бы она должна была прижиматься к бедру, все могут отвести чуть в сторону. Насколько в сторону, у каждого свой вариант. Вот здесь у тебя как раз раскрытие таза и наклон. Дальше вытягиваем руку, захват, поглубже. На вдохе мы раскрываем жутную клетку. И с вырехом уходим подбородком голени. И вот здесь самое весёлое, когда мы ушли максимально глубоко. Будем голову поднять, посмотреть опять на большой палец ноги. и попытаться уджая сделать, посмотреть, что у нас произошло с шеей, с животом. Не всё ли мы зажали, что только можно? Сможем ли мы ещё более-менее адекватно дышать? Если дышать не можем, значит всё хорошо. У вина асаны придёт, насколько это необходимо. Поднимаем голову, зацепку оставили, замок расцепили. Вариант ухода назад, который разберём на второй части. Мы открываем таз вот таким образом. Проносим ногу вверх. Четвертая. Утварка. Смена стороны. А вот и... Стараемся не сбить дыхание, стараемся не сбить дыхание. Мне легко, я понимаю, но стараемся в первую очередь это делать. Вдох. С отдохом. Поднимаем голову. В выедях расплели замок. Сырк кому-то надо оставить за сыр, за горей. Таким вариантом уши назад. Сырк обычный. Сырк. Собственно. И вариант B. Левая нога подтягиваем полулотос. Или просто подогнута. Правая поверх левая, если подогнута. Полулотос просто коленом вверх. Лоток, да? Нет. Левая полулотос, правая коленом вверх. Исходно для варианта B. Помог полулотоса нет. Просто согнута. Правая стоит перед ней. И дальше все то же самое. Вытягиваясь, обхватывая, захватывая. Раскрывая грудь. Уходим вниз. Старайтесь не зажать живот. Здесь уже нога холода. Все более все компактный. Часто живот начинает зажиматься. Мягко его вытягиваем. Не спешите к суперглубине за счет зажимания вашего дыхания. Выравнивайте плечи. Оба плеча перпендикулярны линии вашего позвоночника. Следите за ощущением в колене. Там и помните, и знаете. Более быть не должно. Носага. Если кто забыл. Здесь у нас нет прямой ноги. Поэтому насага. Сончик носа. Вдохом. Поднимаемся вверх. Выдох. Освободили замок рук. Зацеп. Кто хочет, достал. Так же из этого положения поднимаем себя вверх. Легко. Это рамблит. То есть расплетаем полу лотос уже в полет. Если нет, более простой вариант. Прозрослым смену ноги. Правый повод. Правый повод. Легко. Вверх. Никуда не спешим при освоении. Лучше пробыть вас не меньше. Но войти качественно и выйти качественно. Всем пробыть долго, зато непонятно где. О, видите, сколько места образовалось. О, видите, где вот здесь вот точка жесткости. Пытайтесь ее расслабить. О. О. Совсем все другое дело. Ровно. Красиво. У всех на спине есть, или может быть, точка жесткости, которая сопротивляется и торчит вверх. Пытаемся ее расслабить. Раскрываем грудь, углубить ее туда вниз. Хорошо. Вдох. Подняли голову. Выпивились выдох. Своим способом. Вверх. Поласана. Сторонный аннатасана. Вязко. Вверх. Проброс. Вариант Си. Подтягиваем себе правую руку коленом вверх. Ставим ее не вплотную к бедру, а чуть в сторону и назад. Чуть в сторону и назад. И дальше уже пытаемся правым, левым боком уйти. Зацепиться за бедро. Живот не напряжен. Ключевой пояс работает. И дальше твой замок за спиной. Уголок какой получается. Ключевой пояс работает. 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 Опять же эту асану мы на разбое со всеми пройдем. Кого-то получается лучше, кого-то хуже. Хорошо. Вдох, повернули голову вперед. Выдох, освободили замок. Своим способом. Вверх и назад. Вверх и назад. Попробуем. Меняем сторону. Вариант 3. Левая нога коленом вверх. Отвлекаемся ни на что посторонние. Слышим только дыхание, ощущение своего тела. Как закрепляется. Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok